В эфире программа День города в студии Марина Ковиссарова. Здравствуйте! Главная тема на сегодня. Рязанские полицейские изъяли из оборота больше трех тысяч литров контрафактного алкоголя. Весне дорогу. В администрации города озвучили план мероприятий, который пройдет в рамках месяца здоровья. Технологии будущего. Как в Рязани сегодня с помощью новейшей техники ремонтируют дороги. 29 марта на расширенном заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев потребовал незамедлительно принять меры по повышению безопасности дорожного движения и активизировать работу по ремонту региональных автодорог. Работа по ремонту дорог в регионе должна проходить без выходных, заявил глава региона. На очередном заседании регионального правительства Олег Ковалев уделил особое внимание рязанским дорогам. Одним из наиболее опасных участков с точки зрения тяжести ДТП, по словам губернатора, является участок трассы М5 от границы Московской области до Рязани. Еще 9 февраля этого года состоялось совещание под председательством руководителя Росавтодора Романа Старовойта, по итогам которого был подписан протокол и утверждены меры по повышению безопасности дорожного движения на этом участке. В числе этих мер установка светофоров на опасных перекрестках федеральных и региональных трасс. Руководство Росавтодора приняло решение об установке тросовых ограждений от границы Московской области до Рязани и по другим участкам, особо опасным участкам, где аварийность может быть высока. Дальше необходимо ускорить фото-видео фиксацию, которую мы заявили на этом совещании на федеральной трассе М5. Но этого мало. Вблизи населенных пунктов, мы говорили, и в населенных пунктах необходимо построить тротуары, для того, чтобы пешеходы шли по тротуарам, а не по проезжей части федеральной автодороги. Да, понятно, финансировать федеральную трассу М5 мы не имеем возможности, потому что это федеральный бюджет, и это компетенция федеральных органов власти. Но организовать и активно содействовать, чтобы протокол реализовывался как можно быстрее, это наша задача с вами. Как подчеркнул глава региона, принятые в рамках совещания решения выполняются медленно. Олег Ковалев заявил, что темпы работ его не устраивают. Нет оперативности в работе. Каждый погожий день должен использоваться. Там, где надо вырезать, вырезайте. Там, где надо делать ямочный ремонт, делайте ямочный ремонт. Чего вы ждете? Нет для вас выходных сегодня. И для всех подразделений, с которыми вы работаете. Для дорожно-строительных компаний. Нет ни дня, ни ночи, ни выходных. Погода солнечная есть, без дождя. Все работают. Сейчас наиболее проблемные участки городских дорог ремонтируются в усиленном темпе. Кстати, в этом году на борьбу с ямами дорожники выступили с новыми технологиями – устройством для инфракрасного нагрева асфальта. Вы видите использование инфракрасного беспламенного разогревателя швов. Он помогает нам во влажную погоду высушивать основание и прогревать основание. Помогает подготавливать перед укладкой покрытие. Если основание, на которое укладывается покрытие асфальтобетонное, имеет температуру 80 градусов, 60-80 градусов, то сцепление этих двух покрытий основания очень сильное. И несущая способность многократно повышается. Процесс инфракрасного ремонта позволяет проводить ремонтные работы, не оставляя швов. Это экономит и финансы, и время. Устройство подогревает существующий асфальт на участке ремонта и вокруг него без обжига. Результатами инфракрасной обработки является надежный ремонт, в ходе которого регенерируется существующий асфальт. Учитывая стоимость асфальта и затраты на утилизацию старого полотна, данный вариант становится все более и более привлекательным, альтернативным способом действия. Один такой агрегат стоит около 650 тысяч рублей. На сегодняшний день в арсенале городских служб по ремонту дорог имеется три таких аппарата. В дальнейшем планируется закупить еще несколько устройств. На очередном заседании депутаты областной думы обсудили меры поддержки предпринимателей. Тем более, что это весьма актуально в период нестабильной экономической обстановки. Кроме того, внесены дополнения в законы проекта о патентной системе налогообложения на территории Рязанской области. Теперь на законодательном уровне предусмотрены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере бытовых услуг. Разбиралась в вопросе Анна Герцовская. На заседании Рязанской областной думы депутаты внесли изменения, расширяющие сферу действия 52-го областного закона о введении налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Раньше освобождались от налогов на два года только те, кто планировал работать в производственной, социальной и научной сферах. Теперь туда добавили целый ряд направлений. Решения были приняты в целях поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках реализации антикризисного плана и создания хорошего предпринимательского климата. Мы сегодня ввели налоговые каникулы еще для целого ряда направлений, которым занимается наш малый бизнес. Это касается, например, тех, кто занимается ремонтом бытовых приборов, часов или предоставляет услуги поведению домашнего хозяйства репетиторов. Мы считаем, что эти меры дадут определенный толчок развитию этих отраслей. Также мы сегодня приняли решение, изменили закон о патентной системе, где в два раза сократили плату за патент для людей, которые имеют автотранспорт и занимаются грузом и пассажирскими перевозками. Мы считаем, что это также даст определенную конкурентность в этой сфере и выведет, самое главное, из тени тех людей, которые сегодня работают без патента. Закон предусматривает двукратное снижение размера возможного к получению годового дохода по видам деятельности в сфере автотранспортных услуг. Еще один важный законопроект, принятый на заседании, касается обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Депутаты приняли решение, устанавливающее очередность получения жилья, которое предоставляется по закону о ветеранах. Приоритетное право у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В завершении хотелось бы сказать еще об одном законопроекте. Главным архивным управлением разработано законопроект о внесении изменений в закон о наградах Рязанской области, который предполагает такое почетное звание, как почетный архивист Рязанской области. Этот законопроект родился не сразу, он был обсужден как в общественном совете коллегии Рязанской области при главном архивном управлении. Сами архивисты считают, что в нашем городе такого звания достойны многие люди, которые посвятили себя этой профессии. Поскольку многие из них занимаются этой работой большую часть жизни, занимаясь сохранением истории как региона, так и страны. Ранее такое звание было учреждено на федеральном уровне. Любовь к спорту, тягу и привычку к физическим упражнениям воспитывают еще в школе на уроках физкультуры. И чем интереснее и разнообразнее проходят эти занятия, тем больше вероятность того, что спорт и здоровый образ жизни останутся с человеком навсегда. В Рязанском городском дворце детского творчества прошел региональный форум учителей физической культуры, объединивший около 150 педагогов из общеобразовательных организаций Рязанской области. Мероприятие было организовано совместно на региональными министерствами образования, молодежной политики, физической культуры и спорта. С целью внедрения инновационных форм, практик, методик проведения урока физической культуры и обмена позитивным педагогическим опытом. Первое приятие было шикарное. Проходили мастер-классы, участвовали преподаватели. В основном были преподаватели из области и немного было преподавателей из города Рязани. В современных условиях все больше внимания уделяется физическому воспитанию школьников при общении детей и молодежи к здоровому образу жизни. Возрожден и активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Введен третий час физкультуры, организация которого проходит с применением инновационных и интересных школьникам форм и методов, изучением основ различных видов спорта, самбо, шахмат, фитнеса и многих других. Спортивная часть форума была посвящена освоению методики организации урока физкультуры с применением основ фитнес-аэробики. Присутствующие приняли участие в мастер-классах по классической аэробике, функциональному тренингу, степ-аэробике, а также познакомились с тем, как можно организовать внеклассные мероприятия по физической культуре, использовав соревнования фитнес-трофе. Мы очень счастливы, рады, что это мероприятие состоялось, и мы хотим, чтобы это мероприятие дало такой большой старт, и мы начали развивать, скажем, уроки, ну, скажем, фитнес в рамках уроков физкультуры. Организаторы надеются, что опыт, приобретенный педагогами в ходе форума, позволит им проводить уроки физкультуры на более высоком уровне с использованием современных методов и технологий. Ну, а сами уроки станут интереснее, и посещать их ученики будут все с большим и большим удовольствием. Сотрудники регионального УМВД при силовой поддержке бойцов ОМОН пресекли в одном из частных домов на окраине Рязани деятельность подпольного цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 3 300 литров фальсифицированной алкогольной продукции, оборудование для производства смеси, пустая тара, этикетки и акцизные марки с признаками подделки. Подробнее Наталья Новикова. Полицейские получили оперативную информацию о том, что в одном из частных домов на окраине Рязани производят контрафактную алкогольную продукцию. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что в частном доме скрывается цех по производству контрафактного спиртного. Оперативникам удалось заполучить образец подпольной алкогольной продукции. Выяснилось, что этикетка и акцизные марки на бутылками с водки с признаками подделки, а содержимое – водно-спиртовая смесь кустарного производства. В рамках специально подготовленной операции при силовой поддержке бойцов ОМОН полицейские пресекли деятельность незаконного производства и задержали ее организатора – 43-летнего жильца дома. Из производственного помещения сотрудники полиции изъяли более 3 330 литров фальсифицированной алкогольной продукции, а также оборудование для приготовления, приспособление для закупорки бутылок, пустую тару, пробки, этикетки и акцизные марки с признаками подделки. По предварительной информации, мужчина небольшими партиями сбывал контрафакт на алкогольную продукцию по знакомству в несколько торговых заведениях нашего города. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Заниматься спортом и быть здоровым становится модной тенденцией. Немалое значение популяризации спортивного образа жизни уделяется на уровне государственной и местной власти. 7 апреля в честь Всемирного дня здоровья ряд мероприятий, подготовленных администрацией города, пройдет и в Рязани. Подробнее в материале Оксаны Тебенихиной. Управление по физической культуре и массовому спорту проводит акции, посвященные Всемирному дню здоровья с 1995 года. За 20 прошедших лет количество культурно-спортивных акций, мероприятий и вообще подобных событий значительно увеличилось. В этом году они пройдут вперед с 30 марта по 30 апреля. Это и физкультурно-оздоровительные, и спортивно-массовые, и просветительские мероприятия, ставшие уже традиционными и успевшие полюбиться рязанцам. Можно принять участие спортивными коллективами, коллективами трудовыми, можно принять участие командами от СМИ. Мы предлагаем вашим коллективам поучаствовать в здоровом образе жизни, собственным примером, показать, что это нужно для каждого. В 12 часов 7 апреля у нас состоится открытие реконструированного, приспособленного помещения. Для нас это очень хороший новый спортивный зал, который позволит заниматься не только детям здоровым, но и детям с ограниченными физическими возможностями, настольным пенисом, легкой атлетикой, тренажерном зале, а также бочи. Это новый спортивный зал для школы Орел. Мы приглашаем вас. Этот зал расположен по адресу Черновицкая, 27-23. И мы вас приглашаем и ждем там. В рамках Месяца здоровья и спорта запланировано 63 мероприятия по линии физической культуры и спорта, участие в которых планируют принять около 10 тысяч человек. Среди них учащиеся школ, спорт, учреждения, студенты, ветераны, детсадовцы и другие. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте администрации города и на рязанских интернет-порталах. 29 марта на военной кафедре Рязанского государственного радиотехнического университета состоялась встреча депутата Государственной Думы Российской Федерации Андрея Красова с сотрудниками и курсантами кафедры. Андрей Красов, кандидат предварительного голосования, в настоящее время является первым заместителем председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне. Поэтому для встречи с потенциальными избирателями он выбрал именно военную кафедру РГРТУ. На встречи побывала Алена Куколева. О переоснащении российской армии, перспективах строительства в Рязани новых объектов для нужд военных и возможности службы по контракту. Эти и многие другие вопросы обсудил Андрей Красов с молодыми людьми. Кадровый офицер-десантник рассказал молодым людям о том, почему выбрал профессию военного и как складывалась его карьера. Сегодняшняя встреча, которая на военной кафедре университета, это как раз та встреча, которую я провожу не только в рамках участия в предварительном голосовании, которое организовывает Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Мне это важно в первую очередь как первому заместителю председателя комитета Государственной Думы по обороте. Те проблемы, которые существуют, которые необходимы, требуют решения на уровне Государственной Думы, может какие-то личные будут пожелания на путь. Один из вопросов из зала касался модернизации обучения курсантов в училище ВДВ. Задача ставится, чтобы учили и на старой технике, и в том числе учебно-материальная техническая база была новейшая. Там речь идет, и если взять, скажем так, Лизанское воздушно-десантное училище и создание футбольного поля, чтобы можно было... А это потому, что легкоплитический комплекс и плавательный бассейн уже созданы на одной территории. Планируется открытие, ну, завершение строительства плавательного бассейна на другой территории, чтобы все было под рукой, чтобы все мысли были об учебе. В завершении встречи Андрей Красов пожелал студентам успеха в учебе и реализации выбранной профессии. Это все темы на сегодня. Сразу после выпуска смотрите программу подробностей. Сегодня в нашей студии Игорь Крысанов, бессменные продюсеры, ведущие танцевального фестиваля «Черный кот». Еще больше новостей, а также авторские программы на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok